Всем привет, меня зовут Вики Близ, и как вы знаете из других каналов, у меня появилась собачка, маленькая собачка, ее зовут Элис. Кто не знает, вот, это новая информация для вас, я решила снять видео один день с маленькой собачкой. Она у нас очень маленькая, и за ней постоянно нужно глаз да глаз, потому что она постоянно где-нибудь хочет напроказничать или сходить в туалет не туда, мы ее правду приучиваем. Поэтому я думаю, что логично, и даже можно назвать видео один день как с маленьким ребенком, ведь она маленькая пучка. Я думаю, что она для меня как маленький ребенок, пока детей у меня нету, у меня дети, наша кошечка Баттерс и Элис. Смотрите прикол, я не сукором, а Элис бежит за мной. Я текущих хотят, сейчас тебя буду кормить. Вот, мы кормим ее паштетиком и кормим сухим кормом. Я все это вместе смешиваю для того, чтобы она не была слишком разбалованной и не ела только паштет. Мы вот такую упаковку купили ей на две недели, уже немного съели, подъели. Вот, Элис пытается залезть в эту банку. Сейчас я ей положу паштетика. Я даю ей чуть больше, чем ее норма, потому что нам сказали, что ее нужно откормить перед операцией. Да, я не сказала о том, что за операция ей должны делать операции на сердце, потому что у нее порог сердца. Вот, и нам сказали, что ей нужно набрать определенный вес, поэтому ее нужно откормить, чтобы она набрала достаточный вес. Махенький пюш, ой, как она кушает. Вес она ест, ее вообще не отвлечешь. Она все любит кушать, ей лишь бы всегда поесть. А Баттерс у нас, пока Элис кушает, медитирует. У нее тут лежит книжка, чтобы она на ней лежала, как на подушечке. Иди, Кисюлик, медитатор мой маленький. Она сегодня у нас как-то неправильно прыгнула, что у нее заболела лапка. Иди, малышка, ты поэтому лежишь весь день. Смотрите, как Баттерс-то лежит, как ее ножки-то по разные стороны смотрят. Смотрите, вон Кисюлик, как он у нас лежит, так кайфует. Мы в туалет пошли. Мы пищи. Я же сказала, что мы сейчас в туалет сходим. Я ее всегда хвалю, когда она ходит в туалет туда, куда нужно. Чтобы она дальше ходила на пеленку. Будешь играть? Он полностью не помещается у нее почти во рту. Она, кстати, иногда приносит. Вот сейчас специально я его так держу, чтобы он не выпал. Элис, смотри, смотри, смотри. Принеси цыпленка. Смотрите, что делать. Сейчас, наверное, принесет, если ей получится его ухватить зубками. Нет, нет, ты принесла кусайки. Ты кусайки принесла, да? Держи, смотри, смотри. Элис, смотри. Держи. Принеси мне цыпу. Подожди. Два раза в день я стараюсь ей протирать глазки, потому что она у нас болеет, и они у нее текут. Вот, Элисочек вот лежит, уже приготовился. Да, Элисочек, вот видите, смотрите, какие у нее глазки. Он под глазами коричневая штучка. Я ее не могу до конца убрать, потому что мне ее жалко. Вот, мучить, убирать все вот эти вот штучки под глазками. Да, Элисочек. И еще я хочу с вами поговорить о том, что у нас зелочек, который нам продал Элис. Она сказала о том, что у нас Элис совершенно здоровая. Вот, но как оказалось, у нее пневмония и порог сердца. Кстати, многие мне пишут в инстаграм-директ, что хотят мне помочь материально. Ребят, ничего не нужно, мы все сами, потому что, ну, это наша собачка. Зачем? Мы сами справимся, Дюэллисочек. Перед тем, как поехать за Элис, нам скинули видео вот это, где она играется. И мы выехали за ней. И только спустя неделю, как она побыла у нас, мы решили пересмотреть видео, как она вообще выросла, как изменилась. И я поняла, что на этом видео не она. Я просто реально офигела. Посмотрела еще раз на ее мордашку, на песика в этом видео. Это были совершенно разные щенки. У них были совершенно разные мордочки и размеры. Я просто не понимаю, зачем это делать. Как мы поняли, нам просто скинули готовое видео с музыкой. И это видео, по всей видимости, они скидывают всем покупателям. И так делают в основном все. Я просто не понимаю, зачем так делать. Мы любим Элис такой, какая она есть. Она просто пусечка, мишечка. Разве мы бы не поехали за ней, если бы нам скинули видео, где она играется, где она бесится, ее фоточки. Мы бы сразу же помчались за ней и забрали нашу пучку. И то же самое, знаете, с людьми, когда ты в соцсетях знакомишься с человеком, а он оказывается в жизни не тем, за кого себя выдавал. Элис, ты более овник? Ладно, иди бегай, играйся. А то песик захотел играться. И то же самое с фотографиями в соцсетях, когда ты смотришь фотографии и видишь, что они перефотошопленные, и понимаешь, что человек тебя обманывает. И именно поэтому в дальнейшем тебе не хочется просто знакомиться с этим человеком, потому что кажется, что он тебя и обманет просто по жизни. Как-то вот так вот складываются впечатления о таких людях. И я считаю, что просто нужно быть самим собой, как я уже говорила. Не нужно стесняться себя, своей внешности, своих недостатков, потому что именно они нас делают индивидуальными. И вообще дружба, отношения сойдут на нет, если вы окажетесь кем-то другим. И вообще вам бы не понравилось, если бы человек, с которым вы познакомились в сети, в жизни бы оказался кем-то другим. Мне бы это не понравилось, и вам, думаю, тоже. Я вместе с приложением для знакомств в Баду поддерживаю тренд любви к себе. На Баду все пользователи не боятся быть собой. Именно поэтому это сейчас популярное приложение для знакомств. И там легко найти своего человека, единомышленника, потому что люди в био пишут все как есть и не боятся быть собой, что притягивает таких же искренних людей. В Баду огромное количество разных людей, которые находят друг друга с абсолютно разными интересами, внешностью, целями, которые общаются, встречаются, ходят на свидания. И все потому, что они не стесняются быть самими собой. И я призываю тебя тоже не стесняться своих искренних желаний, не стесняться себя, и тогда ты точно найдешь себе подходящего человека. Качай Баду и пиши правду про себя. Я уже заполнила свое био в профиле и буду искать новых подруг. Ссылка в описании. Открывай и узнай, что же я люблю на самом деле. И сейчас пиши в комментах, за что нужно любить тебя. Мы терпим, ждем, когда же она сходит туда, куда нужно. Она, кстати, вот так скукоживается, когда хочет какать. В два раза меньше становится. Мы сразу поняли, почему Элис хочет какать. Потому что она начала бегать, кружиться. И она вот так вот скукожилась. Она почти в два раза меньше становится и шире, когда хочет какать. И вот мы сразу ее подлавливаем и кладем на пеленку. Либо же вот как сейчас, она сама пробежала на пеленку. Грязные делишки песика. Ааа, сейчас убирать будем. И так, наверное, по раз 10. Я не знаю, что происходит сейчас с Элис. Она почему-то как-то скукожилась, сидит на жопе и сейчас убежала. Элис, ко мне. Ко мне. Ко мне, малядечка, ко мне. Она знает команду, ко мне у нас. Дядя, малядечка, ко мне. Я еще знает. Еще знает, кстати, сидеть, когда вкусняшки в руках. Но так как она пока только что поела, я думаю, что я не буду это показывать, а покажу вам чуть позже. В общем, ребят, я не знаю, что произошло с Элис. Она начала вот так вот делать, кричать, бегать. Что-то у нее заболело. Мы сейчас пойдем в ветклинику, потому что мы очень сильно переживаем. Не знаем, что с ней происходит. Это уже минут 5 длится 10. Как она сходила в туалет, вот такая вот фигня. Это просто пипец какой. Ты что, успокоилась? Тебе лучше стало? Ребят, у нас даже Баттерс, получается, спала. Она проснулась, чтобы посмотреть, что происходит. А, ребят, я уже собралась. Мы сейчас идем в ветклинику. Я просто не знаю, что с ней случилось, что с ней произошло. Элис вот тут лежит. Вроде немного подуспокоилась, но все равно ее нужно показать доктору, потому что это ненормально. Самое главное, чтобы она вот не болела. Идем, Аличка, мастенькая, посли. В общем, ребята, мы сходили сейчас в ветклинику. Нам сказали о том, что ей нужно дать вазелиновое масло. Видимо, у нее какой-то запорчик. И дали какое-то средство из помизан-бэби, что ли, чтобы у нее газики все прошли. Потому что мы когда сидели в ветклинике, она пукнула, очень сильно запахла и ей немного полегчало. В общем, простите за такие подробности. Но вот смотрите, она вроде себя хорошо ведет. Больше ничего с ней не происходит. Но еще заодно мы взяли у нее вот посев на вот эти вот шелушавки, на псориаз. И через две недели будет известно, что у нее такое и как можно будет ее лечить. А тут рядом лежит Баттерс, такая щелечка, утипучка. Элис постоянно пытается с ней начать играть. Вон, видите, такая на нее смотрит, смотрит, но не решается. Потому что Баттерс иногда на нее ругается, чтобы она не кусала ее за хвост. Ты аккуратный пес, который сложил две игрушки вместе, да? Ты молодец? Дашь мне ежика? Она, кстати, ежика никогда не отдает. Хватает его мертвой хваткой и все. Но я не вытягиваю, потому что нельзя. У нее пока формируется прикус, чтобы не нарушить его. Я не перетягиваю у нее игрушки. Давай, давай. Дашь, дашь, дашь. Я просто вот так поддерживаю. Может быть, она его отдаст, отпустит сама. Но она так никогда не делает, она на буртах головой делает. Она такая смешная, прям. Джо, дашь игрушку? Нет? Нет, не дашь. Будет так по всей комнате. Тут, да, сюда ходить. А сейчас будет тычиться у меня с этим ежиком. Сейчас нужно Элис дать таблеточки, которые ей выписал доктор. И через два часа ей нужно дать вот это вот вазеленовое масло. Сейчас, я думаю, вот смотрите, вот что с ней происходит. Она болеет. Ей сказали, что сегодня больше кушать нельзя. Вообще, я хотела в этом видео показать, как мы учим с ней команды. Как она дает лапку, садится. Но так как она заболела, мы не сможем этого сделать. Вон, видите, Элис разыгралась на ручках. Она любит кусаться. Но мы ее отучиваем, да? Ребенок маленький. Сейчас набираю ей препарат в шприц. Так, уже набрала 0,3. Я просто не знаю, так много ей давать. Жесть, просто. Так, сейчас так. Вот, все, 0,5 отмерила. Пол шприца, это жесть. Малючке это надо дать. О, у тебя какая же рот открытая, да? Вот, давай, малядец. За два подхода мы с тобой справимся. Давай. Ой, как он вкусно пахнет. Прям детскими сиропчиками. А Элис-то, смотрите, как с удовольствием лижется. Еще давай. О, все. Элис, давай. Сидеть. Молодец. Элис, дай лапу. Дай, нет, дай лапу. Элис, дай лапу. Не хочешь лапу давать? Элис, сидеть. Смотрите, она сидит. Я когда вот так поднимаю руку вверх. Ой, 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 ой. Ой, я позелею, ой, я позелею. Ой, я тебя позелею. Видите, она как маленький ребенок, за которым постоянно нужно следить, смотреть. Постоянно надо смотреть, чтобы она не съела корм Баттерс. Нужно следить за тем, как она себя чувствует. Потому что сегодня какая-то ерунда с ней случилась. Чтобы она ничего не съела. Потом... Еще мы с ней разучивали команду рядом, но пока не буду ее делать, потому что... Вот, нету вкусняшек, и она просто болеет. Да? Ну все. Игрун. Игрун. Умный пес. Мы в свои два месяца, скажи, знаем команду. Нельзя ко мне сидеть, и почти знаем команду дай лапу. Сейчас покажу, как мы ложимся вместе с Элей спать. Мы делаем ей такое сооружение, потому что у нас ночью холодно, отопления нету. И чтобы она спала на теплом, мы здесь ей строим целый домик. Вольера у нас нету. Вот так я ее пока сейчас поставлю. И сейчас принесу. Я вначале ставлю вот такую подушку вот сюда. Вот здесь снизу плед, сверху пеленка. И вот эта вот лежанка, на которой она лежит. Кладу вот эту вторую подушку. Вот сюда я ставлю домик. Где он? Вот этот домик. Чтобы она не вылезала. Потому что она может пролезть через вот эти вот углы. И она очень маленькая у нас и юркая. Вот, вот сюда ее вот так ставлю. Кстати, она раньше по ночам всегда пищала. Сейчас перестала и сразу же ложится спать. Она у нас большая умница и молодец. И перестала нас даже ночами будить. Она встает только тогда, когда мы просыпаемся. У нас звонит будильник. И она встает вместе с нами. Вот. Только тогда начинает тявкать, потому что за всю ночь соскучится она. Да, лисочек, будем спать? И вам всем спокойной ночи, если кто-то ложится спать. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok